Всем привет! Мы не всегда можем себе позволить купить дорогой шифон с шелком или просто шелк, но как-то хочется украсить рукав и сделать его необычным. И сегодня я вам предлагаю создать вместе со мной вот такой вот рукав с ручными буфами. И, конечно же, по низу будет московский шов. Закрытый шов я все это покажу и расскажу. Самое главное это ручные буфы. Их нужно делать правильно. Есть своя техника. И я покажу, как это все сделать на простом, недорогом шифоне. Присоединяйтесь, будет интересно. Самое сложное, скорее всего, трудоемко в этой интересной и творческой работе оказалось начертить схему. Но, сделав это раз, вы будете пользоваться ей многократно, воплощая свои задуманные идеи. Такие буфы подойдут не только для шифона, но и для хлопка, крепа. Вот вы только представьте, какое красивое будет платье вот с такими буфами для девочки, девушки, женщины. Я предлагаю вместе начертить эту схему. Замеряем обхват руки, но не где запястье, а где начало кисти. Вот таким образом я замеряю свою руку. Самое важное, чтобы рукав спокойно мог ходить по всей длине вашей руки, особенно вашего запястья. В моем случае получилось 23 сантиметра. Умножаем эту цифру на 2, я получаю 46 сантиметров. И начинаю чертить схему. Расстояние между стежками 1 сантиметр. 46 сантиметров отрезок. Еще очень важно в одну и в другую сторону отложить по 2 сантиметра припуск. И тут же по горизонтали я делаю насечки по 1 сантиметру по всей длине. Я начну чертить эту схему, а вы уже, если, конечно, вам интересно, то закончите ее самостоятельно. 1 сантиметр. Все достаточно просто и легко. Просто немножечко нужно терпение и время. Вверх проводим произвольные прямые. Естественно, перпендикуляры к своей или к моей горизонтальной прямой. Теперь, с одной или с другой стороны, лучше всего, конечно, это сделать 2 контрольные точки, чтобы было проще и быстрее. Точно так же вверх я откладываю по 1 сантиметру и делаю легкие насечки карандашом по 1 сантиметру. Сколько будет высота отделки вашей, да, вот этой избув, все зависит от вас. В моем случае я выбрала 12 сантиметров, поэтому и 12 сантиметров я буду делать. Ну, чуть побольше я тут сделала, но как бы это не важно. Давайте, и с другой стороны я точно так же проведу перпендикуляры и так же отложу по 1 сантиметру вверх. Достаточно двух контрольных точек. Вот такая схема должна получиться. Соединяем точки и проводим прямые. Вот таким вот образом. А дальше я буду в шахматном порядке наносить свои стежки на схему. Я не трогаю ширину припуска. Первый ряд. Ширина стежка, вы уже поняли, составляет 1 сантиметр. Второй ряд идет в шахматном порядке. Это очень важно и облегчает работу, скажем, да, творческую уже на ткани. Третий ряд повторяет первый ряд. Я не буду прочерчивать всю схему, так как это займет достаточно много времени. Но вы уже видели, что из себя представляет схема. Вот таким вот. Вот такая вот схема у меня. Четвертый ряд повторяет второй ряд. Вы знаете, может быть, многим покажется это ерундой какой-то или еще как-то. Но поверьте, любая красивая одежда, неважно из чего вы шьете, из шифона, из шелка, она требует предварительно каких-то конструктивных решений, грамотных конструктивных решений. Без этого нам никак не обойтись и правильно никогда не сделать, не сшить одежду, красивую одежду. А тем более, если это касается какого-то декорирования, вот как в данном случае. Дальше мне понадобится вот такая вот пластмассовая дощечка, ненужная, но можно не пластмассовую взять дощечку, можно деревянную, все то, что есть у вас под рукой. И канцелярский нож. И сейчас мне нужно прорезать двумя параллельными линиями каждый стежок. Я взяла очень сложную бумагу, ватман, он тяжело прорезается. Советую взять альбомный лист. Канцелярским ножом это делается достаточно просто. Вот такие вот две параллельные прямые я провожу. Давайте вот еще второй ряд попробуем сделать. И теперь мне нужно еще сделать вот такие вот маленькие насечки, тоже ножом. Поверьте, это делается очень быстро. Но вы же делаете эту схему не на один день. Возможно, вы будете создавать одежду такую на продажу. А это очень важно, когда у вас есть такая схема, вы просто берете и пользуетесь ей. И теперь вот таким вот ножом я протыкаю то, что у меня получилось. И с обратной стороны я убираю ненужную бумагу. И остаются вот такие вот проколы. Это делается для того, чтобы потом, накладывая схему на любую ткань, вы смогли мило просто-напросто провести и оставить отпечатки уже на ткани. Дальше я беру свою ткань, складываю ее пополам на ширину своей подготовленной схемы. Длина ткани, которая необходима мне для рукава, я беру из расчета. Длина рукава плюс 5 сантиметров на обработку, на усадку и на припуске стачивания. Дальше мне нужно выровнять низ ткани. И я пойду на сточную машинку и сделаю московский шов. Как я делаю московский шов? Отгибаю ткань на 1 сантиметр и делаю строчку по сгибу. Ширина стежка 2-2,5 миллиметра. Московский шов также можно прекрасно выполнить и на бытовой машинке. Теперь я выкладываю шифон изнаночной стороной вверх на руку или же мне удобно на указательный палец. И подрезаю припуск до 2 миллиметров от строчки. Делаю это очень аккуратно и не торопясь. Может возникнуть вопрос, а почему мы сразу не подогнули 2-3 миллиметра? Но мне просто хочется сказать, на шифоне попробуйте это сделать. Буду рада, если у вас получится очень ровно и красиво. На хлопке или на поплине на каком-то тоненьком, на морлевке, можно попробовать. Можно попробовать сразу подогнуть 2-3 миллиметра. Но тоже не факт, что у вас срез не вытянется, будет ровным и красивым. Поэтому вот такой вот московский шов, ну как его называют московским, а многие его, может быть, как-то по-другому называют, выполняется вот таким способом. А сейчас нам понадобится наше мастерство. Делаю вторую подгибку на 2, максимум 3 миллиметра. Я немножко вот так оттягиваю ткань. Отгибаю срез на 2-3 миллиметра, фиксирую пальцем. И делаю вторую строчку. Еще раз оттягиваю ткань. И делаю строчку. Вот такой вот тонкий шовчик у меня получается. Что я сделала дальше? Я свою ткань разрезала вдоль пополам, так как мне все-таки было удобнее московский шов обрабатывать сразу на 2 рукава. Что я делаю дальше? От низа я откладываю 9 сантиметров равномерно и выкладываю свою схему буф. Причем скалывать не нужно. Лучше положить железную линейку или какие-то грузики. Выкладываю я свою схему так. От края 2 сантиметра у меня идет припуск. И я совмещаю низ своей схемы с намеленными точками. И теперь мне нужно этим мелом пометить мои стежки, с которыми я и буду работать. Если, допустим, вы работаете, вернее, буфы хотите создать на шелке или на хлопке, то задачу можно упростить, взяв не мел, а проявляющий фломастер. Но так как у меня ткань достаточно сложная, поэтому я просто вынуждена работать с мелом. Фломастер у меня здесь как-то не пошел. И вот таким вот образом я помечаю мелом каждый стежок. Без этого действия никак не обойтись. И благодаря тому, что я сделаю на мелку, мне будет потом проще выкладывать свои буфы. На мелку я сделала, прорисовала каждый стежок. И теперь начинается все самое интересное. Потому что в создании буф и не только таких есть определенные правила. Я их начинаю делать не вдоль, а именно снизу вверх. Иголочка у меня входит с изнаночной стороны вверх. Дальше у меня идет ширина стежка 1 сантиметр. И я затягиваю первый стежок. Закрепочка идет точечная, буквально 1-2 стежка. 1-2 стежка, закрепочка. Я возьму сразу в работу 2 стежка. Мне так будет проще. Опять иголка у меня уходит в изнаночную сторону. 1 сантиметр шаг. Начало стежка. И она у меня в таком слабом состоянии. Конец стежка. Теперь я возвращаюсь снова на начало стежка. И уже сейчас спокойно можно затянуть и выполнить защип. Опять два точечных закрепительных стежка. И вот теперь я перехожу на верхнюю часть своих буф. Иголка у меня уходит вниз. В начало стежка. В начало стежка. Конец стежка. Начало стежка. И затягиваю спокойно свой стежок, получая небольшой вот такой вот защип. Опять два точечных стежка. Все очень и очень просто, поверьте. Опять я взяла два стежка. Мне так будет удобнее. Я тем самым вижу очень хорошо, как выкладываются у меня буфы. И опять два закрепительных точечных стежка. И снова поднимаюсь вверх. Это, конечно, ручная работа. Она требует немало времени, терпения. Так как бывает так, что не всегда получается, как хочется. Два закрепительных стежка. Опускаемся вниз. И повторяем операцию. Отойдя до верха, я перехожу еще на два стежка и начинаю опускаться вниз. Той же самой техникой. Еще раз давайте я покажу. То есть нитка у меня проходит по изнаночной стороне. В начало стежка. Нитку я не затягиваю. Дальше идет конец стежка. Опять нитка у меня не затягивается. И вот сейчас, когда я возвращаюсь, здесь можно спокойно затянуть нитку. И она прекрасно стягивается, формируя защип. Два стежка. Снова иголка вниз. В начало. Не переживайте, если вдруг у вас, вдруг мел стал пропадать. Нет, он полностью не пропадет. Все равно след остается. Потому что все равно как бы объем большой. Да, я понимаю, что мы туда-сюда ворочаем ткань. И, конечно, мел немножко начинает пропадать. Ничего страшного. Мел полностью не исчезает. Все равно какой-то след остается. Так, и вот два стежка. И вот так вот потихоньку. Опускаемся вниз. Причем, видите, я слегка разворачиваю ткань. Для того, чтобы посмотреть, как у меня получается буф. Правильно ли я делаю. Раз. Результат, кстати, хочу сказать, виден прямо сразу. Буфы мои готовы. Дальше я раскладываю один рукав лицевой стороной вверх. Также можно изнаночной. Помечаю середину рукава и наивысшую плечевую точку. Мне понадобится только верхняя часть моего лекала. Лекала я накладываю и делаю обмелку, учитывая ширину рукава с припусками на свободное облегание. И дооформляю внутренний срез. Как сделать закрытый срез? Рукав я складываю изнаночной стороной вовнутрь. И стачиваю внутренний срез на ширину припуска 1 см. Предварительно, конечно, лучше внутренний срез сметать. Ну, я работаю с шифоном. Здесь эта тема даже не обсуждается. А с хлопком, в принципе, можно и без сметки попробовать. Теперь я выворачиваю рукав на изнаночную сторону. Сделала легкую проутюжку. И теперь мне нужно снова заметать свой внутренний срез. Будьте осторожны, где у вас буфы, так как буфы не утюжатся. И заметываю на ширину где-то примерно 0,6 см. Вот так вот выглядит мой рукав на руке. Ручная работа. Если вам понравилось видео, ставьте лайки или дизлайки. Обязательно оставляйте комментарии, потому что это очень важно для моего канала. Я желаю всем творческих успехов и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok